Хотите, чтобы ваши перцы просто ломились от урожая? Не 2-3 каких-то маленьких перчика на кусту, а прям реально много. Тогда научитесь правильно их формировать. Так, у перца до первой центральной развилки нужно удалить все пасынки и все листья. И это касается даже перцев в открытом грунте. Так, для начала убираем все листочки и пасынки у перцев до центральной развилки. Если здесь вы не убирали коронный цветок, либо коронные цветки, у вас уже наверное есть вот такой вот перчик вкусный сладкий. Но если не хотите, чтобы дальше все затормозилось, его нужно будет сорвать, не дожидаясь его биологической спелости. То есть сорвать в технической спелости. Ведь вся вот эта вот масса лишняя вегетативная, она отнимает силу у перца. А ведь все это могло пойти на развитие урожая. Далее уже смотрим по ситуации. Если вы оборвали все до первой центральной развилки, здесь может быть 2, 3 или 4 даже побега, то что смотрим. Если тут у нас завязи, если завязи еще нет, а только цветочки, мы ничего пока не трогаем. Если есть уже вот перчики, тогда начинаем формировать. Вот, к примеру, запоминайте, перчик идет вот этот вот листик, он его питает. Далее смотрим, здесь у нас что, перчик и вот он тут, у него листочек. Здесь, смотрите, была тоже развилка на каждом побеге из центрального, который выходит, тоже будут свои развилки. И мы смотрим, если перчик завязался туда, то вот сюда, вот видите, он бы мог завязаться, но он не завязался. Здесь нет ничего, поэтому мы это убираем. Вот, вот так вот. Далее у нас пойдет следующая развилка. Здесь цветок облетел, но возможно завяжется вот здесь, пока ничего не трогаем. Здесь точно так же. То есть, мы стараемся делать так, чтобы все вот эти перчики были наружу куста, а не вовнутрь. И было следующим образом. Листик, перчик, листик, перчик, листик, перчик и так далее. Перчик, листик, перчик, листик. Вот это можно удалить. Вот это все остается. Вот все, что растет вовнутрь куста, например, как вот это вот, это нужно удалять. То есть, для того, чтобы куст был раскидистый и все росло наружу куста, а не вовнутрь. Вовнутрь мы все прищипываем. Ну вот, сделайте так пару раз и все поймете. Главное, запомните, что снизу пусто, наверху полно. Но такие маленькие сладенькие перчики, которые растут прям пышным кустом, не обязательно формировать. Тут и так будет много урожая, потому что это чириковика и чириканика. Восхитительные перцы от Свидек.